Совершенную любовью Господь возлюбил нас с вами и даровал нам жизнь вечную и спасение. И это есть великая милость Божия, которую Господь каждому из нас явил, друзья. Поэтому давайте будем сегодня внимательны, будем сегодня благодарить нашего Господа, чтобы сердца наши были наполнены этой благодарностью и хвалой, потому что Господь, Он этого достоин. Он совершил великую милость в нашей жизни, даровал нам спасение. А еще помимо этого, Господь каждый день каждому из нас являет множество-множество милости. И вот мы, бывает, по ожесточению своего сердца, мы порой не видим этого и думаем, Господь где-то далеко. Но Господь, Он возле каждого из нас, и Он в наших сердцах, друзья. И пусть Господь сегодня благословит наше служение, чтобы Господь сегодня благословил и исполнил нас Божьей благодатью. Мы будем нуждаться в Нем, будем сегодня искать Господа, будем сегодня искать того, чтобы исполненными быть Духом Божиим. Перед молитвой зачитаю второе послание апостола Петра с первой главы. Буду читать с 12 стиха. Выше Господь говорит эту лестницу Петра, мы с вами читаем об этом. Он пишет там о том, что вам откроется свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя. А далее с 12 стиха вот такие слова. «Для того я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, пока нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». И в то время, когда апостол Павел писал это послание, когда Дух Святой его наполнил и дал ему мудрости, чтобы он написал это послание, уже в то время было множество людей, которые, выдавая себя там за Мессию, они приходили и множество басен было в то время, мифов там. И мы с вами знаем, что был такой Февда, он выдавал себя за кого-то великого, и многие люди, они увлеклись и пошли за ним. Мы читаем с вами, что был Иуда, галилеянин, и за ним тоже многие люди пошли. И вот эти вот басни, они, когда звучат, они множество людей, они такие хитро сплетенные, что множество людей за собой увлекают. И мы сегодня с вами знаем, что есть люди, которые выдают себя за Мессию, за Иисуса Христа, и люди некоторые идут за ними, друзья, они увлечены этим. Но апостол Петр, он говорит, что я, он говорит, мы, вот возвестили вам силу и пришествие, не хитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами его величия. То есть они были свидетелями, они были наблюдателями, они видели Иисуса Христа, который пришел в силе. Хотя он был такой обычный человек с виду, и он тоже где-то, может быть, там и плакал, мы читаем с вами, и он где-то, может быть, какие-то болезни были у него, он болел, может быть. И мы с вами все это видим в страницах Слова Божьего. Но однажды он перед Петром, Иаковом, Иоанном, он преобразился, друзья, и они увидели его в этой славе. Они увидели его уже не во плоти, а они увидели его в этой славе. И от этой славы мы с вами видим там, что они смутились даже, они там испугались. Страх наполнил их сердце, потому что настолько эта слава, она такая великая, могущественная, друзья. И вот Дух Святой, Он сегодня, находясь на этом месте, Он и нас с вами хочет и желает наполнить этой славой, Духом Святым, чтобы мы сегодня также с вами были очевидцами величия Иисуса Христа. Потому что кто-то из нас получил свободу от алкогольной зависимости, кто-то там, может быть, от курения Бог освободил, кто-то там, кого-то Господь исцелил от какой-то болезни большой такой, от которой человек сам не мог никак исцелиться. И мы тоже с вами являемся очевидцами Его величия через это, потому что никакие силы не могли нам помочь, никакие там люди не могли нам помочь, но Иисус Христос, Он нам помог. Слава Ему за это, друзья. И вот сегодня мы с вами тоже, я думаю, являемся этими очевидцами, свидетелями Его величия. И особенно это проявляется, когда Дух Святой наполняет наше сердце. Тогда мы, как Давид, и плачем, и поем там, и прославляем Его, друзья. Поэтому склонимся сейчас, и давайте будем искать Его лица. Давайте будем так обращать свое сердце к Господу, чтобы Дух Святой, Он наполнил наше сердце, чтобы мы сегодня с вами были исполнены благодати Божией, чтобы и утешение, и сила Божия, она сегодня действовала на этом месте, друзья. Склонимся к Господу. Он благодать поставил над законом, чтобы пригласить всех грешников на пир. Он ко кресту грехами был прикован, но не сошел с креста, не отступил. Потом воскрес, у смерти вырвав жало и разгромил беснующийся ад и тьма злых духов. В панике бежала, и задрожали Ирод, и Пилат. Свеча погасла, став звездой небесной. Воссел Господь на свой вселенский трон. Христос воскрес затем, чтобы мы воскресли, когда за церковью вернется Он. Растает снег, и птиц небесных гомон напомнит о пришествии весны, о благодать возвышенней закона, как солнце превосходнее луны. Христос придет, и мы тогда воскреснем, и огласит весь Божий мир о крест из душ летящей с самой новой песней, благодарящей Господа за крест. Мой Господь, в этот час я склоняюсь к мольбе, и все нужды мои приношу я тебе. Жизни бури тревог, ты укроешь меня, пусть все знаешь, мой Бог, он не скрыт у тебя. О, Господь, дорогой, ты мой щит и скала, Боже, рядом со мной ты опора моя. О, Господь, дорогой, ты мой щит и скала, Боже, рядом со мной ты опора моя. Не страшна мне с тобой даже смертная тень, Обряду я покой, мне бессонечный день. Знаю, слезы мои ты с любовью отрешь, Все ошибки пути ты простишь и поймешь. О, Господь, дорогой, ты мой щит и скала, Боже, рядом со мной ты опора моя. О, Господь, дорогой, ты мой щит и скала, Боже, рядом со мной ты опора моя. А пока на земле буду славы скорбя, Буду сердцем я пить, ожидая тебя. Знаю, скоро придешь, скоро встречу тебя, Свою церковь возьмешь, оскорбей от зла. О, Господь, дорогой, ты мой щит и скала, Боже, рядом со мной ты опора моя. Безудержное зло живет внутри меня, И ярость с гневом закипает, как в прошлой жизни. Гнев с раздражением внезапно атакует и страшно вдруг становится внутри. И что же делать мне, святой Творец, как измениться и к покаянию глубокому, как обратиться мне? Ведь без тебя я трость надломленная от обиды и злоречия грехов. Как я могу служить тебе, когда злоба бурлит внутри меня? И только ты все знаешь обо мне, как перестать мне раздражаться, как победить мне плоть свою, Когда вокруг кинжала лицемерия и сплетни с клеветой на душу восстают? Как завязать глаза свои и зла не видеть? Как мне прощать, как душу мне согреть у ног твоих? Огонь и ярость, они горят внутри меня, И зло бурлит в отчаянном грехе. Глоток смирения небес, да и святый Божий, И душу отогрей, и сбереги от зла и гнева. Грехи мои страшны перед тобой, И ты, святой, все говоришь со мной, И слова уст твоих даешь мне слышать. Зачем так прикасаешься ко мне, Когда внутри меня горит безудержное зло, И гнев, как спичка, загорается быстрее света? Святой Господь, я сильно грешен пред тобой, Грехи плотей моей меня терзают, Я раздражителен, и нет во мне огня святой любви. Я столько падал, и ты, святой, меня прощал. За что ты милуешь меня? За что даешь мне слышать сердце глубины твоей, Когда внутри меня одно лишь зло? И покаяние плоды, как мне найти? Душа болит, и сердце плачет, Грехи свои осознаю, И боль, что причинял тебе, Покоя не дает моей душе. А ты все говоришь со мной, И слова уст своих на сердце изливаешь. Ответ услышал в духе я своем. Господь сказал, все коротко и ясно, С любовью, нежностью мой дух проговорил. Мой сын, пока твоя душа болит, И сердце плачет предо мною, То знай, что ты со мной От зла освобожу навечно, И плоть ты победишь свою. Всегда надейся только на меня, И дни все проводи, Лишь в покаянии глубоком, И в город вечный многие войдут, Кто искренне все сердце изливал передо мною. За искренних сердец я многих в рай веду, И грех любой прощу всем тем, Чье сердце плачет предо мною. Пусть нас Господь всех благословит. О, Христос, я тебя молю, Не оставь меня в трудный час, Ты же знаешь, что я люблю Теплоту твоих нежных глаз. Ты владыка святых миров, Для тебя ничего не жаль, Я сегодня уже готов Положить все на твой алтарь. Ты владыка святых миров, Для тебя ничего не жаль, Я сегодня уже готов Положить все на твой алтарь. Ты взыскал меня и нашел, Перекинул через бездну мост, И я смело вперед пошел, Чтоб увидеть алмазы звезд. Ты на раны святой бальзам, Ты и в буре, и ты в тиши, Чтоб войти в твой небесный храм, Надо верить от всей души. Ты на раны святой бальзам, Ты и в буре, и ты в тиши, Чтоб войти в твой небесный храм, Надо верить от всей души. И я верю, что ты мой Бог, Ты с души снял греховный груз, Отдаю тебе каждый вздох, Все до грамма тебе, Иисус. И когда я уйду с земли, Что предстать пред твоим отцом, Не отвергни меня, прими В свой небесный и вечный дом, И когда я уйду с земли, Что предстать пред твоим отцом, Не отвергни меня, прими В свой небесный и вечный дом, В свой небесный и вечный дом. Спросил пророк, Что ты имеешь в доме? Ну что имеет бедная вдова, Не ведая, что в вечном божьем взоре Сокровища я в доме берегла, Стоит завален мусором в кладовке, Забытый, потерявшийся во тьме, На самой дани, в самой пыльной полке, Сосудик веры, масло в нем на дне. Немного масла – это ли спасение? Как этой капле долг мне оплатить? Но Бог открыл мне тайну в откровении, Как от любых оков свободной быть. Слова пророка слушала с душою И принялась за дело в тот же час, Поверив твердо, Бог своей рукою Уже мою семью от рабства спас. Конец пути, увидев от начала, Позицию и роль свою открыв, Ходатаем в проломе твердо встала За всех, кто так мне дорог и любим. Смотри, Господь, сосуды я собрала, Какие только удалось найти, Омыла их, я их опустошала, Их чистила снаружи и внутри. Сосуд амбиций был на первом месте, Но самым грязным оказался он. Сосуд позиций лишь стоял бестолку, Сосуд дары служения был лишен. Заплесневело в кротости смирения, Пришлось огнем всю плесень выжигать, Всю паутину в чувствах воображения, Пророк сказал, с усердием снимать. Сосуд мой, честность, треснут оказался, Пришлось ему подклеить черепки. Сосудик совесть даже потерялся, И еле-еле удалось найти. Не просто мусор, что нажит годами, Из гордости житейской доставать, Не просто пятна с черными слоями Старательно из памяти счищать. Не просто все, что сатане служило, Служение Богу было посвятить. Но я живой водой сосуды мыла, Чтоб для Творца они могли служить. И вот они, мои сосуды, пред тобою, Готовые по слову твоему, Чтоб ты великой, мощную рукою Освободил от ус мою семью. Закрою плотно окна всей двери, Чтоб враг мой больше не проникнул в дом. И драгоценность, тот сосудик веры, Возьму, чтоб чудо ты явил бы в нем. Немного масла. Это ли спасение? Но сколько я в сосуды не лила, Но это масло мне, на удивление, Не убывало вовсе у меня. Оно текло. Оно благоухало чистейшим и живейшим ручейком, Елеем все сосуды наполняло, И наполняло радостью мой дом. Святого Духа было в изобилии, Хватило на сосуды и на дом, И не было на всей земле той силы, Которую лил в мои сосуды Бог. Сполна мне хватит выкупить из рабства себя, Детей и всю мою родню. Не убывает в моем доме масла, В сосудах чистых я его храню. И если есть сосуд нечистый в доме, Ты мне, Господь, на это укажи. Имея свет в Твоем великом слове, Найду сосуд тут в уголке души. Я каждый день сосуды проверяю, Чтоб в святости и в чистоте хранить. Я Богу их всецело посвящаю, Чтоб Он всегда их мог употребить. Спросил пророк, что ты имеешь в доме? Но что имеет бедная вдова, Не ведая, что в вечном Божьем взоре Сокровище я в доме берегла? Немного масла, в нем найдешь спасение. В нем есть источник, долг весь оплатить. Немного масла, в нем есть откровение. Как от любых оков свободным быть. Братья и сестры, скажем, слава Господу. Сегодня с утра дождь покрыл нас благословением. Там в лагере, наверное, особенно это переживают люди. Но слава Ему за все. Он этим распоряжается. Он живой всемогущий Бог. И знаете, я хотел бы, может быть, даже в чем-то, в продолжение брата Димы, затронуть одну тему. Я зачитаю. Это написано Матфея, 7 глава Нагорной проповеди. То есть это центральная, так скажем, часть той вести, того Евангелия, который Иисус принес. Я читаю с 24 по 28 стихи. 24 стих начинается. Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. До этого момента, ну и 28 стих. И когда Иисус окончил сии слова, народ дивился учению его. До этого момента. Смотрите, 24 стих начинается со слова «и так». То есть подводится, ну, какой-то вывод, да, какой-то итог, какой-то, ну, не знаю, ну, тезис какой-то определяющий, да, вот. А начинается вся эта мысль. С 13 стиха, с 13, 12 стих, он оканчивает предыдущую мысль, с которой 7 глава начинается, там, не судите, да, и так далее. Там написано «и так, во всем, как хотите», 12 стих. А 13 стих, вот как раз начинают эту мысль, которую подытоживает мысль с 24 стиха, которую я зачитал, этот отрывок. Там написано «входите тесными вратами», там мы с вами читаем, да, с 13 стиха Матфея. Ну, мы с вами помним, да, все эти места, там, тесные враты, узкий путь, там, и так далее. Потом написано «про лжепророков», которые в овечьей там шкуре приходят. Потом написано «дерево плод», да, что доброе дерево там, добрые плоды худое, худые плоды и так далее. По плодам их узнаете. Потом написано, что придут ко мне люди там, да, некоторые, да, не всякие, говорящие мне Господи, скажут «а не твоим ли именем мы там делали то и то, там, да, он им объявит «я никогда не знал вас». И вот 24 стих, это все идет одна мысль, да, и вывод как бы подводится всему этому. Итак, всякого, кто слушает мои слова сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Я хочу вот с этой основной мысли еще там, ну, буквально там, чтобы в двух словах это выразить. В чем вообще суть всего того, что говорил Иисус? Что нужно исполнять волю Божию. Нужно слушать, нужно слушать, потому что если я не услышу и не пойму, то, что исполнять, как я буду то исполнять, но это не цель. Услышать от Бога, понять Его, да, Бога, это только, ну, скажем так, часть, это начало, и это должно привести нас к цели, к чему? К тому, чтобы я это исполнил, то, что я от Бога услышал. Вот это как бы я хочу на этом, как бы, ну, обратить наше внимание. Я хочу зачитать два таких примера, негативный как бы и положительный. Негативный читаю. Это к евреям. Четвертая глава написана со второго стиха, читаю. «Ибо и нам оно возвещено». Кто оно? Слово Божие, да? «Как и тем, но не принесло им пользу слово слышанное, нерастворенное верою слышавших». Тут идет речь, я немножко вернусь назад, третья глава, с семнадцатого стиха еще зачитаю, там все-таки, чтобы понятнее было. Это идет речь о народе израильском, когда он шел по пустыне. Написано, семнадцатого стиха, третья глава к евреям. «На кого же негодовал он, то есть Бог, сорок лет, не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне?» Восемнадцатый стих. «Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как ни против непокорных?» И так видим, что они не могли войти за неверие. И мы видим, слово было слышано, они услышали слово Божие, да, но что не было, какой составляющей не было, почему они не вошли за неверие, почему не было вот этого результата? Потому что они не растворили слово, они не приняли слово, они не исполняли слово, и поэтому они так в пустыне и полегли. Так слово Божие говорит, да, негативный пример. Второй пример положительный. Апостол Павел пишет к церкви в Фессалониках. Я читаю это первое послание, вторая глава, тринадцатый стих. Смотрите, написано. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога». То есть мы видим, да, положительное что-то. «Благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Слава Богу! Мы с вами видим, что здесь так же самое Слово «слышанное» они услышали от Бога, но что они сделали в отличие от тех, которые в пустыне погибли? Те не растворили веру, не приняли, не исполняли это Слово Божие, а эти написано, они приняли Слово Божие, и что значит, и было это как-то видно, да, оно начало действовать в них, это было какой-то результат, то есть они жили так, как говорило им Слово Божие. Слава Богу! Друзья, я хочу как бы немножко сейчас такую как технологию или хронологию, я не претендую там, что я такой там богослов, там глубины какие-то, элементарные вещи, то, что мне вот лично на первый взгляд, как бы, ну, в контексте там всего Писания, ну, и какой-то практической жизни, да, то, что как бы я разумею. Вот буквально там какие-то такие, несколько вещей, я думаю, очень важны, они простые, но практически, да, чтобы не на песке наш дом был построен, чтобы мы с вами однажды, как те, не услышали, что я никогда не знал вас, отойдите от меня, да, или там, помните, ленивый, лукавый раб там, да, что один войди в радость, а другой не войди в радость, да, господин, чтобы вот этого с нами не произошло, чтобы вот мы были как вот фессалоникийцы, а не как те, которые пали в пустыне, которые не растворили, за неверие они не вошли, они не поверили слову, и я хотел бы вот немножко как бы, буквально пару того, что вот как бы я разумею, на что нужно нам с вами обратить внимание. Мне, во-первых, написано филиппийцам, вторая глава, я читаю с 12 стиха, тут опять идет речь, и так, 12 стих, вторая глава филиппийцам, 12 стих, то есть перед этим там идет мысль, что в нас должны быть чувствования, как во Христе, и потом написано, как же во Христе, как он себя вел, какие чувствования у него были, он, будучи образом Божиим, не почитал хищение, быть равным Богу, я так просто, да, быстренько, он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным, то есть он послушался, он слово, да, принял, он его исполнял, то есть он делал это слово, он исполнял, и написано посему, и Бог превознес его, и вот 12 стих, и так, то есть, и так, да, то есть какой-то вывод опять, я читаю, и так, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте, то есть действие, да, совершайте свое спасение, 13 стих, потому что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению, и 14 стих, все делайте без ропота и сомнения, вот как бы здесь я хочу остановиться, смотрите, в Слове Божьем написано, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия, Крилльминам 10, 17, смотрите, Слово Божие, оно написано, Исайя 55 глава, там 11 стихом написано, да, ну и в других местах читаем, там к евреям, там 4 глава, по-моему, 12 стих, что оно живо, оно действует, оно исполняет то, для чего Бог его посылает, то есть помните в одном месте там Иоанна 6, 68, когда Иисус говорит, а вы не хотите ли уйти? Петр говорит, Господи, а куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Помните, я как-то проповедь говорил, ну, может, не знаю, не помните, глаголы вечной жизни, вот Слово Божие, это глагол, а глагол, это не прилагательное, не существует, это действие, глагол это действие, и вот смотрите, если мы с вами слушаем Слово Божие, вера, да, у нас от Слова Божия, что начинает Слово Божие в нас, если мы, да, слышим его, оно начинает, как и здесь, производить, написано, я читал, хотение и действие по своему благу, хотение, что-то начинает производить, но и действие начинает производить, Действие, содействие, да, и что? И тут вот внимание, да, основное, что я хочу сказать. Когда Слово Божие мы слышим, появляется вера, это не все. Цель-то, чтобы исполнять, как я говорил, да, теперь что нужно делать? Слово Божие, оно начинает действовать, производить. Теперь нужно это Слово принять, покориться Ему или растворить веру, говоря местами Священного Писания, которые я зачитал, теми словами, которые там. То есть этому Слову нужно подчиниться, как Христос в Гефсимане молился. Не моя воля, а твоя да будет. Не было, но Он исполнил то. Он смирил себя, Он смирил себя. Он под это Слово, да, себя подвел. Он исполнил это Слово. И вот тут как бы между тем вера, вера от Бога, да, все, я услышал Слово, все, во мне вера, оно начинает действовать. Авраам, да, смотрите, вот мы читаем с вами послание к евреям, да, Моисей, там, Авраам, он услышал Слово от Бога, да, ага, выйди, иди там, да, или там Исааков жертву принеси. Представляете, вот нужно же потом что было сделать? А нужно было покориться Слову, нужно было принять его, нужно было растворить веру. И когда он начинал, пошел там куда-то, начинал это делать, Моисей, да, оставил царские там эти самые хоромы, пошел там, да, с народом Божиим. Ну и там все герои веры, и даже там были засвидетельственные веры, которые здесь ничего не получили, там лучше воскресенье, чтобы получить. Но они же согласились, они услышали, они поняли, вся глава там, да, вот к евреям, 11 глава, глава о вере, там буквально все, кто были верующие, они что делали? Они исполняли то, во что верили. И если бы они не приняли Слово, не стали его совершать, то тогда бы, написано здесь, все делайте без ропота и сомнения. Вот они делали, да, переживали, да, было трудно, да, было больно там, Христос молился там в Гефсимане, но они это делали. Слава Господу! Бродима говорил, трудиться над своим характером. Да, я вижу себя не таковым. Яна говорит, да, я 7 лет, и вот еще хуже себя вижу там. Да, мы начинаем видеть себя, потому что Бог нас начинает обличать. И когда вот эта вот вера, печаль ради Бога, она производит покаяние. Когда покаяние производится, что нужно делать? Нужно каяться. Когда нужно идти, Слово Божие говорит, да, ходите во свете. Но ходить во свете, это не просто я сижу и такой, думаю, что я во свете. Это значит, я иду во свет, открываю свои грехи, если я их знаю, потому что мне Бог об этом говорит. Это вера. Если я не дел, не покоряюсь этому Слову, бесполезно. Если Слово Божие говорит, не оставляйте собрания вашего, то что значит, моя вера должна, ну, если я покоряюсь, что я делаю? Я не оставляю. Ну, разные причины бывают, разные моменты. Но я стараюсь искренне пред Богом ходить в служение. Если Слово Божие говорит, вникай в учение и в себя, занимайся этим постоянно. Я что делаю? Я именно это, я покоряюсь этому Слову, меня никто не видит. Павел говорит, да, гораздо более во время отсутствия моего, будьте послушны и совершайте, я совершаю свое спасение. То есть, я верю, Слово Божие ко мне говорит, я понимаю, потому что Дух Божий начинает, оно внутрь меня проникает до разделения души Духа, и оно начинает действовать. Оно не может не действовать, это глагол вечной жизни. Слава Богу, производится вера, но до цели, мое решение, мое принятие Слова, мое растворение Его верою, моя покорность этому Слову, и если я покоряю Слову и вникаю в учение не в другого, а в себя, и причем постоянно это делаю, да, ну и много-много чего, много, вот буквально мы же все Слово Божие читаем, это сегодня кто-то говорил, да, пожелания. Ну, много в Слове Божьем есть пожелания, но если мы Слово Божие, даже пожелания берем как волю Божию, а мы же, я говорю, да, исполнять волю Божию, это основная цель у Бога, когда мы слышим Его волю, даже Его пожелания, а я же хочу угодить, да, и я покоряюсь этому Слову, как Иисус, да, Он смирил себя, быв послушным, и за это Бог его превознес. Слава Господу! Мы идем в небо, наш дом, мы желаем, я думаю, все, чтобы был построен на камне, Христос это и есть тот камень, и нам нужно, слыша Его Слово, которое в нас начинает действовать, производить хотение и действие, нужно теперь нам с вами решение принимать, нам нужно это Слово принимать, растворять веру и делать так, как это Слово говорит, стараться это делать, не получилось, нужно каяться, нужно опять на исходную, и все равно стараться, потому что по-другому никак мы в небо не пройдем. Тесные врата, там написано, да, с чего начинается, 13 стих, и вот оно идет, чтобы не быть лжепророками в овечьей шкуре, не иметь только вид благочестия, да, вот, и там, чтобы не быть потом, что, Господи, они твоим ременем, а что Бог хотел от тебя, чтобы ты там, не знаю, там то сделал, ну, наверное, вот те как раз сделали не то, они думали, что они там именем Бога там все это делают, но оказывается, нужно было быть послушными его воле, то, что мы от Бога, то, что он нас производит, слава Господу. Друзья, мне хотелось бы про Авраама немножко еще зачитать, это написано, Иакова, вторая глава, всем нам хорошо известное место, я читаю с 20 по 23 стихи, «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва, не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего, видишь ли, что вера, вера, да, содействовала, она не может не действовать, она от Бога, все, он понял, он слышал Бога, вера вот эта вот, она содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства, и исполнилось, вот он, да, итог, цель, и исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим, слава Господу». Друзья, вот оно, да, слово Божие, Аврааму было сказано, он услышал это слово Божие, и эта вера в нем зародилась, вера что начала действовать, что делать начала, написано, вера содействует, она содействует, она начинает там производить, хотение действия, да, все это, Авраам это все понимает, теперь ему-то что нужно? Сил-то нету, теперь ему нужно наклониться, принять решение, растворить веру, покориться этому слову, и начать делать шаги, он не знал, куда идет, и Моисей там сильно-то не знал, да, когда десятилетия блуждал, там, то пастухом был, то в пустыне, и там другие мужи Божии, которые не получили обещанного, 11 глава к евреям, они же все делали, они не понимали, они до конца там, да, где перепиливаны даже были, там написано, все сии засвидетельствовали вере, и даже весь мир не был достоин, но это другая совсем планка, да, даже, это даже не те, которые получили своих мужей воскрешенными там, огонь угошали, царство, это вообще высота, которые ничего не получили, какое там у них воскресенье, но они, они верили и делали то, что Бог им говорил, это вот решение, это мое, за меня Бог не может решить, когда мне Бог говорит, стучите, просите, ищите, это значит, что мне нужно делать, стучать, просить, и искать, потому что Он дает, я не могу сам себе дать, я могу у Него просить только, мы вчера тоже с братом с вами в репцентре разговаривали на эту тему, он говорит, ну там что-то не переживаю, не чувствую, не вижу, я говорю, а другого варианта нет, ты же как понимаешь, вот просто, вот ты делай так, потому что если ты не будешь делать, вот это, есть вера, ты делай, ты стучи, ты проси, ты ищи, обязательно придет, если ты, не ослабеем, да, получим, если не ослабеем, написано, будет плод, послушание всегда, оно оканчивается хорошо, слава Господу, покорение Слову Божию, значит, мы верим, а если я не делаю, значит, вера была, ну, я заглушил, семя упало при камне, да, дело не в семени, дело в почве, там упало, там терния заглушила его, дело-то не в семени, семя, которое сто, во сто крат шестьдесят принесло плоды, оно то же самое, дело в общении, дело в нашем сердце, или мы готовы, или мы трудимся, или мы где-то усилия, старания употребляем, покоряемся Слову, или мы, как Дима говорит, ну, я такой, примите меня, вот я такой вот, все, да, вот, и так далее, да, то есть это неправильная позиция, чтобы нам с вами быть на камне, нам нужно строить на этом основание, слава Богу. В завершение, перед молитвой, я зачитаю еще одно место священного писания, это Иоанна, шестая глава, читаю 28-29 стихи, опять и так, да, и тут Иисус говорит, и так сказали Ему, вернее, не Иисус говорит это, и так сказали Ему, что нам делать, задают вопрос, чтобы творить дела Божии, то есть итог, самое главное, да, они все-таки поняли, им нужно творить дела Божии, и вот как бы, да, такой самый важный вопрос, ты скажи нам в двух словах, что нам делать, чтобы творить дела Божии, уверовавшие в Него там сказали, написано 29 стих, Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал, и вот опять вопрос у меня, да, так все-таки дела или вера, они спрашивают, что нам делать, чтобы творить дела Божии, а Он нам говорит, вот дело Божие, вы веруете в того, вот я отвечу так, не дела без веры, не веры без дел, да, а нужно, чтобы вера была с делами, и дела были в вере сделаны, как еще раз повторюсь, вера, да, она, от Бога, когда мы слышим, она начинает производить слово Божие, вера от слышания, мы услышали, почему услышали, Бог открыл нам уху, Он возродил нас, Он сделал нас способными услышать, когда Он, мы услышали, да, это вера живая, вот это слово, глагол, который попал, Он действует, Он начинает во мне производить, вот тут вот опять внимание, да, самое важное, это наша часть, я соглашаюсь, принимаю, и начинаю, как я понимаю, делать, как Авраам понял, он понял, что надо идти, он пошел, не знаю куда, и так и ходил всю жизнь там по этой земле обетованной, как по чужой, вот, да, и так же и мы с вами должны, услышав слово Божие, не план себе рисовать, потому что мы не знаем, нужно вот, вот что я вижу на сегодняшний день, вот мне нужно, вот сейчас вот, что мне делать-то, проповедовать там, поехать куда-то там, пойти попрощение попросить, примириться пойти там, не знаю, что делать, да, с грехом каким-то расстаться, вот, мне нужно вот это решить, принять это, начать делать, и, и если я покоряюсь, принимаю это слово, тогда что? Тогда происходит действие, вот это и есть вера Божия, которая называется верой Божией, евангельская вера, которая на камне, которая ведет нас в небо, а другая вера, которая без этого, она на песке, подули ветры, да, издули, знаете, это порой непонятно, вот там рядом с Женей с моей сидит сестра Света, она с Алтайской там, да, вот, к баптистам ходит, вот, и она подходит, прошлое воскресенье, по-моему, или позапрошлое, прошлое, наверное, вот, вот, и говорит такая, брат, вот у меня там то и то, я говорю, слушай, сестра, ну, я тебя не знаю, ты из другой церкви, ну, я не служитель, давай мы просто с тобой помолимся, а я еще раньше знаю, она в репцентр к нам приходила, мы там чай пили, она вот что-то вот есть у нее, она говорит, я не могу сказать, ну, а я-то откуда знаю, давай мы просто Бога будем благодарить, вот, молимся, она молчит стоит, я говорю, а ты что молчишь? я говорю, ты сама-то молись, она, ну, вот как-то, это самое, я говорю, ну, а как, ну, давай, ладно тогда уже, как хочешь, она, она все-таки начала молиться, надо же прийти к Богу, надо же ему что-то говорить, надо его искать, надо, чтобы его услышать, начали молиться, мы не промолились с ней десяти секунд, Господь ее духом крестил, вот, она замолилась, да так замолилась, там, да, вот она, слава Господу, да, вот, кто это? Ну, Бог видит, это можно объяснить? Ну, она сама не, да кто мог предположить об этом, да, но Бог видит сердце, она все ходила уже, сколько, да, времени, ну, с полгода так, я ее знаю, вот, что-то, ну, не знаю, что-то у меня вот как-то вот, она даже объяснить не может, что-то где-то вот надо, что-то мне сама не может, объяснить мы не можем порой, но нужно Бога искать, нужно к Нему стучать, нужно Его просить, и когда мы начинаем, как тот слепой, Иисус, помилуй меня, да, что ты хочешь, прозреть там, или, ну, все эти, да, мы знаем ситуации, когда вот Дима сегодня говорил там, призови присвятеров в церкви, там не Илья исцеляет, там молитва веры исцелит, вера, вера, Бог исцеляет же, да, вот, а чтобы к Богу прийти, нужна вера, нужно просто доверяться тому, что Бог говорит, начало молиться, да, Бог ее услышал, все радостное, домой на крыльях полетело, ой, все хорошо, вот ты что, а что объяснишь-то, да, вот, слава Господу, но нам нужны эти шаги, если мы не будем делать шагов, мы не будем ни чудес в нашей жизни не видеть, да, потому что, ну, не может Бог меня там благословить, если я не начинаю, вот, первые шаги-то нужно делать, потом его Авраама Бог благословит, так это сколько лет, не помню, вот, я, Олег Белый говорил туда, сколько он там, 25 лет, да, 25 лет ходил, 25 лет, по-моему, представляете, дой там ковчег этот строил, сколько лет там, да, прошло, там этот Моисей 40 лет там ходил, где-то там попас овес, чтобы перед тем, как, и потом еще 40 лет по пустыне, ведь это же все, да, ведь это же все время, ведь это все переживания, это наше решение, наше покорное слово, наше послушание, и тогда на камне мы с вами, это и есть вера, которая содействует делам, и делами достигает совершенства, бездел вера, мертва, это не вера, это человеческая, не знаю, какая, бесы тоже веру трепещут, это бесовская вера, сегодня где-то было, да, что вера разная бывает, вот, друзья, мне хотелось бы помолиться, давайте мы с вами помолимся, чтобы мы с вами понимали, что вот это составляющее наше принятие, растворение веры Слова Божьего, чтобы глагол начал нас действовать, ну, чтобы просто покорность ему, послушание Слова Божьему, чтобы мы на это обратили внимание, иначе наш дом будет не на Иисусе, это камень краеугольный, вот, мы должны на этом учении стоять, на учении Иисуса Христа, твердо стоять, да, мы имеем Духа Святого, который нам дает силу, она, у нас ее нету, она у Него есть, нам нужно ее восхищать, для этого нужно приходить к Богу, не оставлять собрания, вникать в учение в себя, и так далее, освящаться и все это делать, то, что Слово говорит, нужно это делать, стараться это делать, помолимся, чтобы Бог нам помог.